Памуккале – одно из тех невероятных мест, в которые не поверишь, пока не увидишь своими глазами. Добро пожаловать на канал Erudit. И сегодня вы узнаете про одну из самых красивых достопримечательностей Турции и уникальное место в мире. Итак, мы начинаем. Памуккале, Турция – уникальный природный объект, раскинувшийся в юго-западной части страны, в 16 километрах от города Денизль. Исключительность местности заключается и в геотермальных источниках, образовавшихся среди травертиновых отложений. В переводе с турецкого языка Памуккале означает «хлопковый замок», и такое название как нельзя лучше отображает облик достопримечательностей. Объект, аналогов которому не сыскать во всем мире, находится под охраной организации ЮНЕСКО и ежегодно привлекает в себе сотни тысяч туристов, отдыхающих на курортах Турции. Чтобы оценить всю красоту достопримечательностей, достаточно посмотреть на фото Памуккале. Объект существовал уже в античные времена. Известно, что во II веке до н.э. царь Пергама Евмен II возвел неподалеку от местности город Иераполис. Но как же образовался сам природный комплекс? На протяжении тысячелетий термальные воды температурой от 30 до 100 градусов по цессию омывали поверхность плоскогорья. Со временем здесь начинали формироваться миниатюрные минеральные бассейны, окаймленные травертином и спустившиеся причудливым каскадом по склону. Ввиду высокой концентрации в воде бикарбоната кальция, течением столетий горная поверхность покрылась белоснежными отложениями. Сегодня на территории, где находится Памуккале, насчитывается 17 полноценных минеральных источников, богатых полезными химическими элементами. Огромные потоки иностранцев, желающие посмотреть на уникальную достопримечательность и искупаться в ее термальных бассейнах, дали толчок развитию туристической инфраструктуры. В Памуккале появились отели и рестораны, магазины и сувенирные лавки, что позволило туристам оставаться здесь на продолжительный срок. Одного дня на отдых в Хлопковом замке явно недостаточно, ведь помимо самого природного комплекса, рядом с объектом имеется несколько любопытных исторических памятников, не познакомиться с которыми стало бы большим упущением. Фото о Памуккале в Турции успели заворожить миллионы путешественников и с каждым годом продолжают притягивать к достопримечательности все больше любознательных путников. Замысловатый природный комплекс в сочетании с античными постройками становится настоящим туристическим кладом. Какие же исторические памятники можно увидеть вблизи термального курорта? Среди достопримечательностей Памуккале, Турции, в первую очередь выделяется античный амфитеатр, являющийся одним из крупнейших в стране. С веками сооружение серьезно пострадало, по большей части из-за мощных землетрясений. Театр несколько раз восстанавливали, но постройка вновь и вновь подвергалась действию природных стихий. В XI столетии строение пережило свой окончательный упадок и его начали использовать для бытовых нужд. Последняя реконструкция амфитеатра заняла 50 лет и закончилась лишь в 2013 году. Иераполис, расположенный рядом с термальными источниками, пользовался большой популярностью у римлян, которые не могли представить свой досуг без зрелищных представлений. Амфитеатр, вмещавший в себя до 15 тысяч зрителей, долгое время служил площадкой для гладиаторских боев. До наших дней постройка дошла в хорошем состоянии, чему способствовали длительные восстановительные работы. Даже сегодня внутри здания можно наблюдать отличную акустику. Здесь также сохранились зрительские места напротив сцены, предназначавшиеся для высокопоставленных посетителей. Достопримечательности по Муккале представлены и руинами античных храмов Иераполиса. В начале третьего столетия на территории древнего города был возведен храм, посвященный древнему богу света и искусств Аполлону. Святыня стала крупнейшим реликвозным сооружением в Иераполисе, но с веками, как и амфитеатр, была разрушена многочисленными землетрясениями. В четвертом столетии в городе появился еще один храм, построенный в честь апостола Филиппа. Около двух тысячелетий назад римляне казнили святого в Иераполисе, и до недавнего времени найти его могилу не мог ни один исследователь. В 2016 году итальянским археологам, проводившим раскопки в черте обители более 30 лет, все же удалось обнаружить часовню в гробнице апостола, что произвело настоящий фурор в исследовательских рогах и сделало храм Филиппа по-настоящему священным местом. Интерес вызывает и храм Плутона, руина которого находится в античном городе. В мифах древней Греции неоднократно встречается описание царства мертвых с таинственным входом, располагающийся где-то под землей. В 2013 году итальянские исследователи нашли в Памуккале так называемые врата Плутона. Среди руин под трибунами храма им удалось отыскать глубокий колодец, на дне которого они обнаружили туши мертвых птиц и статую Цербера, символ Плутона. Высокая концентрация углекислого газа в стенах колодца, способная за считанные минуты убить животное, не оставляла у античных жителей сомнений, что именно в Иераполисе находятся врата в потусторонний мир. Строение возвели в начале V века в память всех мучеников, отдавших свою жизнь ради веры. Святыня построена в том самом месте, где в 87 году римляне распяли святого Филиппа. Обитель имеет большое значение в христианском мире, и ежегодно к его руинам приезжают паломники из разных стран, чтобы почтить память апостола. Развалины располагаются на возвышенности, пройти к ним можно по древним ступеням. Само строение серьезно пострадало во время землетрясений, и до наших дней сохранились лишь фрагменты стены и колонн. На отдельных камнях встречается христианская символика. Бассейн Клеопатры уже давно стал неотъемлемой достопримечательностью по Муккале, построенный над термальным источником, откуда поступает целительная вода. Водоем был наполовину разрушен во время землетрясения в VII веке. Части колонн и стен, упавшие в воду, убирать не стали. Они хорошо видны на фото бассейна Клеопатры в Памуккале в Турции. Существует легенда, что источник любила посещать сама Клеопатра, однако достоверных фактов, подтверждающих визиты Египетской царицы, не найдено. В течение года температура бурлящих термальных вод держится на отметке 37 градусов по цессию. Максимально глубокая точка бассейна достигает 3 метра. Посещение источника оказывает оздоровительное воздействие на все тело и обещает исцелить кожные, нейрологические, суставные заболевания, а также недуги, связанные с работой сердца, желудочно-кишечного тракта и другое. В целом минеральные воды способны омолодить и привести в тонус весь организм. Однако для достижения должного эффекта бассейн Клеопатры в Памуккале нужно посещать несколько раз подряд. Многие туристы интересуются, стоит ли ехать в Памуккале зимой. Ответить на данный вопрос однозначно не получится, поскольку у такой поездки есть как преимущества, так и недостатки. К минусам в первую очередь относится погода. В зимние месяцы средняя температура воздуха днем Памуккале колеблется в пределах 10-15 градусов по цельсию, но при этом температура термальных источников остается такой же, как и летом – около 37 градусов по цельсию. В самой воде тепло и комфортно, но по выходу из нее можно очень быстро замерзнуть. Если подобный температурный перепад не является проблемой, то смело можно отправляться на термальный курорт и в низкий сезон, ведь в остальном поездка оставит только положительные впечатления. Можно ли купаться в Памуккале зимой, мы уже выяснили, теперь остается понять, чем заняться после термальных процедур. Как уже было сказано ранее, в окрестностях этого природного комплекса в Турции располагается масса интересных достопримечательностей, посещать которые особенно удобно именно в зимнее время. Во-первых, в этот период туристов в Памуккале намного меньше, во-вторых, отсутствие палящих лучей солнца и жары позволит вам неспешно и комфортно осмотреть все античные памятники. Кроме того, местные отели зимой делают хорошие скидки, так что получится еще и сэкономить. А на этом все дорогие друзья, если вы до сих пор не смогли посетить Памуккале, то обязательно это сделаете в ближайшее время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok